лист розы крючков на мамочкином канале это четвертая заключительная часть из серии видео уроков по вязанию вот такой аппликации розовый букет который можно украсить детскую панамку или шапочку и так вяжем лист розочки набираем 10 воздушных петель для веточки листика еще 10 воздушных для самого листика и одну воздушную подъем для первого ряда во вторую петельку от крючка вяжем 1 столбик без накида в следующую петельку делаем накид и вяжем полустолбик с накидом то есть все три петельки на крючке протягиваем одной ниточкой делаем накид следующую петельку вяжем столбик с накидом и еще таких пять столбиков с накидом 2 всего шесть это третий четвертый пятый и шестой и теперь в обратном порядке один полустолбик с накидом и один столбик без накида это одна сторона нашего листочка делаем одну воздушную что перейти на другую сторону листочка вот таким образом переворачиваем вязание и вяжем ту же петельку где у нас был столбик без накида вяжем с другой стороны тоже столбик без накида там где был полустолбик с накидом в эту же петельку вот но с другой стороны вяжем полустолбик с накидом дальше 6 подряд столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 дальше опять полустолбик с накидом и столбик без накида соединительной петелькой присоединяемся к первой воздушной подъема вот получился такой маленький листик принципе его можно уже и оставить таким если кому-то подходит размерчик вот так он будет выглядеть это кто вяжет маленькую аппликацию вполне достаточно будет такой листик но мы сделаем его на один ряд побольше перевернем листик и по изнаночной стороне по центру этого листика мы пройдемся вот таким швом такими соединительными петельками продеваем ниточку сразу через петельку на крючке продеваем цепляем за серединку продеваем и через петельку на крючке продеваем продеваем ниточку подхватываем ниточку в центре листика и продеваем через петельки на крючке вот серединке вот эти вот ниточки которые поперечные вот мы через них и цепляем и провязываем вот такую вот косичку с обратной стороны довязали до конца листочка делаем одну воздушную и вяжем каждую петельку по одному столбику без накида по одной стороне листочка по одному столбику без накида доходим до вершинки листика центральную вот эту вот вершинку вяжем 3 столбика без накида 1 туда же 2 туда же 3 и по второй стороне листочка по одному столбику без накида вот дошли до конца вот такой стал листочек побольше немножечко можно в принципе еще рядом провязать и тут центральная 5 столбик из трех мы опять провяжем 3 столбика а остальное до и после будет по одному столбику с накидом но я сейчас не буду вязать недостаточно такой размер листика вяжем один столбик без накида в первую цепочку петлю цепочки и вяжем следующий листик 5 воздушных для веточки 10 воздушных для самого листочка и 1 воздушная для первого ряда как и в первом листике во вторую воздушную мы начинаем вязать 1 столбик без накида в следующую воздушную 1 столбик полустолбик то есть с накидом дальше 6 столбиков с накидом то есть все делом как и в первом листочке после 6 столбиков с накидом у нас пойдет полустолбик с накидом, потом столбик без накида, потом воздушная. Переходим на вторую сторону и вяжем все в обратном порядке. Полустолбик без накида, полустолбик, 6 столбиков с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и вот так дойдем опять до центральной вершинки листика в обратном направлении по серединке листика опять цепочечку провяжем обвяжем это все столбиками без накида. Тут я уже не повторяю, потому что то же самое мы делаем как и с первым листиком. Опять столбик без накида в петельку цепочки и пройдемся по этой цепочке до того момента где мы будем вязать уже третий листик. Вот в принципе третий листик может быть на уровне первого листика, может быть чуть повыше, как вы хотите чтобы он был. У меня наверное он будет на уровне первого листика, поэтому по этой цепочки до первого листика мы пройдемся столбиками без накида. Вот в эту петельку тоже провяжем столбик без накида и начнем вязать следующий листик. Здесь мы сразу наберем 10 воздушных для листика и 1 воздушная для первого ряда подъем. Во вторую воздушную от крючка начинаем опять столбик без накида, потом столбик полустолбик, то есть с накидом, 6 столбиков с накидом и так далее так далее все повторяем. Вяжем первый круг листика, потом столбиками без накида обвязываем второй круг листика. Вот мы обвязали. Вот такой листик у нас получается. Когда мы будем его пришивать мы выровняем все. Здесь опять же можно каждый листик было обвязать еще одним кругом, если кому нужен листик чуть побольше. И так обвязали до конца и перейдем на вязание самой первой цепочки, чтобы сделать нашу веточку потолще. По одному столбику без накида в каждую петельку цепочки. Вот такой получается листик. Опять обрываем ниточку так, чтобы у нас ее было достаточно для пришивания. Розочку можно добавить или все розочки, которые у нас были связаны в первоначальных уроках. Оставайтесь с мамочкиным каналом, скоро вяжем панамочку. Спасибо за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова